Доброго времени суток YouTube! Сегодня я останусь за кадром. Очень многие просили меня снять видео на тему Bullet Journal, то есть на тему ежедневника по системе Bullet Journal. Я, честно говоря, очень много на эту тему готовилась, но сейчас, когда передо мной уже конкретно лежит мой ежедневник, я почему-то как будто бы не знаю, о чем говорить. Сейчас объясню почему. Почему? Система Bullet Journal предполагает очень много различных тонкостей, моментов. И получается так, что... Смотрите, какая у меня открытка здесь лежит, любимой мамочке сын только подписал, это так мило. Получается, что в этой системе очень много есть различных значков, различных таких условностей, которые ее обуславливают. И пользуясь достаточно долгое время, с прошлого года этой системы, я поняла, что многое мне из того, что предлагается именно в этой системе, мне не то, что не подходит, а мне это просто... Ну, нет в этом необходимости. Так я украсила, видите, наклейками немножко украсила на самое начало. Здесь я пропущу личную информацию идет. Здесь у меня просто в самом ежедневничке были вот такие строки для записывания телефонов, имейлов, имен, адресов и так далее. Что у меня здесь есть? Тут вот, видите, немножко закладочка лежит. Ладно, мы ее вот сюда переклеим. Содержание, да, или индекс. Здесь я пишу все, что заношу вообще, что... Все, что попадает вообще в этот журнал. То есть телефонная книга, сайты, блоги, которые мне интересны, цели мои. То есть это вот дальше. Все странички у меня пронумерованы, так положено в этой системе. Все-все-все. Расписание уроков, например, идеи для видео, которые вы мне подбрасываете, или я сама придумываю, да. Благодарность, списки для чтения, списки лекарств. И сами, собственно говоря, месяца. Месяца у меня подчеркнутые. То есть вот я их просто подчеркиваю, таким образом они выделяются. Как вы можете наблюдать, я начала свой bullet journal с октября 2015 года. И вот сейчас последний, это у меня июнь. И он у меня практически уже закончился. Далее, ну вот основные цели у меня тут идут на 2015, на 2016 год. Далее у нас идут здесь месяца. И как же выстраивается, да, каждый месяц. Каждый месяц здесь мы пишем сначала, вообще надо начинать, конечно, с года. То есть вы пишете сначала год и расписываете по месяцам, там, цели какие-то, задачи или планы, если они у вас имеются. У меня такого плана нет, поэтому я начала с месячных вот страничек. Вот у меня здесь написано октябрь 2015. Здесь все-все-все даты октября, соответственно. И, например, дни рождения. Вот это день рождения моей двоюродной сестренки. Дни рождения моих друзей, родительские собрания, то есть то, что происходит. Вы извините, что я закрываю, потому что здесь очень личная информация. Далее здесь я пишу задачи. Например, вот нарисовать подарок для дедушки, у которого день рождения, там, у меня у папы 1 ноября. Начать поиск работы, вовремя, задачи вовремя менять луток к коту, купить витамины, там, купить рыбий жир, там, проходить столько-то километров. Или, допустим, выпивать, там, полтора литра воды. Вот, поэтому дальше, когда вы открываете уже, да, я вот пыталась здесь пользоваться значками различными. Но потом я от них отказалась. Я здесь пишу, например, октябрь, 19-е, это понедельник был. И вот я пишу здесь с 10 до 11 английский язык. В 12.00 у Илюши были танцы. Купить туалетный наполнитель. Коту доделать доклад на конференцию. Это Илье нужно было оформить, напечатать его. Вот, ну и забирать из школы у нас, так как у нас все время разные, разные, в разное время было, когда мы забирали ребенка. Вот в 16.45 он в октябре, в понедельник заканчивал. То есть я пишу себе, во сколько мне нужно за ним приехать в школу. Дальше октябрь, 20-е, вторник. И вот так вот я записывала все-все-все-все-все вот такого плана дела, да, то, что надо. Вот даже маски себе писала, монтаж, уборка там, еще что-то такое, английский язык. Но потом я вообще перешла, то есть вот у меня уже ноябрь здесь начался, да, вот такой вот месяц. А потом я перешла на страничку, я вам сейчас покажу, просто как мне стало удобнее писать. Покажу вот одну из последних, вот, например. Вот так это может выглядеть, то есть я расписываю неделю. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Мне так удобнее, когда у меня неделя на одном развороте, потому что сейчас у меня дел гораздо меньше. Например, ремонт уже закончился, то есть там с покупками, там, стройматериалов уже не надо заморачиваться. И вот, соответственно, у меня здесь меньше стало. Видите, я работала уже в апреле плотно, и некоторые странички остались вообще не заполненными. Вот, но я стараюсь заполнять, то есть те, которые мне реально, реально нужны. А дальше, что еще здесь есть, кроме ежедневника, я записываю, например, просмотренные видео. Вот, интересное сочетание вещей. Это обычно девочки ведут какие-нибудь вебинары, я могу смотреть вебинар и тут же записывать. Просмотренные фильмы. У меня есть мой личный список, который я хочу просмотреть. Ну, не то чтобы за этот год, а хотя бы вообще в принципе посмотреть его. Поэтому я из этого списка выбираю и пишу те фильмы, которые я просмотрела. Вот, модные вещи, например, 2016 года, это какие-то трендовые вещи, которые я себе записывала. Может быть, какие-то вещи по самопознанию, например, вот законы Грейс. Если вы погуглите, то найдете очень интересную информацию, да, по каким законам мироздания строятся те или иные кармические, скажем так, бумеранги. Советы я также писала по ремонту, декору. Есть у меня здесь и благодарности. Причем, благодарность это... Вообще, благодарность я встречаю во многих учениях. Вы, наверное, тоже это встречаете, начиная от банальных книг, которые там типа секрет, да, то есть начинайте свой день с благодарности. И насколько это тяжело бывает научиться благодарить за то, что в твоей жизни было плохого, да. Но сейчас как-то с течением времени это вот лучше проходит, приходит, да, это понимание. Поэтому даже то, что негативного было в жизни, это тоже благодарность за это, потому что это уроки, да, которые мы извлекаем, и мы знаем, какими мы не хотим быть. Идеи для видео. Вот 36, 37. Это мои идеи для видео. Тут, видите, уже рум-тур по новой квартире стоит. Кухня, потому что вы меня просили, организация пространства. Вот впечатление о Самаре, которое я сняла. Вот тут вот ответы, на которые я уже делала видео. Я их просто вычеркиваю. Мне, кстати, нравится вычеркивать. И еще куча-куча видео, которых я только готовлю снять. Вот такие благодарности у меня, советы по ремонту, дефору, как сделать, например, маленькую комнату больше, да, какие шторки выбрать. И вот сюда я потихонечку записываю. Видите, даже одно время, да, украшательства всякие у меня тут. Вот я вот в таком кармашке сзади я храню вот такие вот наклейки или какие-нибудь нужные там всякие штучки. Видите, закладки. Вот какой-то My Box японское, New, визитки и так далее. Наклеечки маленькие. Ну, в общем, все, что имеет смысл хранить, мелкое, да, я храню вот здесь вот в кармашке. Кстати говоря, у меня вот потихонечку он заканчивается. Я пронумеровала все страницы, это я думаю, что мне хватит на июнь и, возможно, хватит на июль. И теперь для меня большая проблема, что же теперь делать с этим ежедневником дальше. Потому что в нем есть масса полезной информации, которая мне еще будет нужна, но и также есть масса бесполезной информации, которая мне уже не нужна. И я теперь понимаю, что хорошо бы этот ежедневник был, допустим, на кольцах или на каких-то зажимах, я не знаю, просто для того, чтобы можно было из него выдернуть листочек, да, и вставить в новый ежедневник с таким же, допустим, номером и так же его пронумеровать. Но вот тетради на кольцах с собой таскать мне неудобно, а вот такого формата. Он, кстати, Эрих Краузе, а вообще похож на Малискин. У него, видите, тут очень удачная резиночка, у него есть хлястик для карандаша или для ручки. Я очень люблю писать, да, у него есть закладочка вот такая, вот. Очень удобно пользоваться, хотя от системы значков, которые обычно советуют использовать в Buried Journal, я отошла. Вот, наверное, и все. Вот мой ежедневник. Спасибо вам большое за внимание. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось. Всего вам самого доброго и пока! Субтитры сделал DimaTorzok